Несмотря на то, что календарная и климатическая зима еще не заявила о себе, хоккейная сборная нашего района уже открыла сезон охоты за спортивными достижениями и чемпионскими трофеями. 23 октября состоялась четвертая игра первенства Ярославской области по хоккею с шайбой. За ходом игры наблюдал и кричал «Шайбу!» наш оператор. По понятным причинам в настоящее время все тренировки и игры команды проводят на выезде. На этот раз встреча проходила в Ярославле на искусственном льду спортивного комплекса «Заволжский». Противником наших хоккеистов была ярославская команда «Крылья». С начала игры инициативу захватили некрасовцы, и уже в первую пятиминутку в ворота «Крыльев» были забиты две безответные шайбы. Наши хоккеисты заметно переигрывали соперников, а те отвечали контратаками. В результате одной из таких контратак шайба влетела и в наши ворота. Это вдохновило ярославцев, и вскоре они забили нам еще одну шайбу. Далее игра шла с переменным успехом. Сначала наши забили третий гол, но «Крылья» отыгрались. Отправив четвертую шайбу в ворота соперников, некрасовцы все-таки не смогли удержать преимущество. Противникам опять удалось сравнять счет. Надо отметить, что хорошая физическая форма и успехи нашей сборной – следствие большого труда и личного энтузиазма участников команды. Регулярные тренировки на искусственном льду, поездки на игры, приобретение экипировки и спортивного инвентаря – все это игроки оплачивают сами. Отчасти помогает им и поддержка спонсоров. Итак, основное время встречи закончилось ничьей со счетом 4-4. Для выявления победителя судья назначил булиты. Наши хоккеисты Владимир Трепичкин и Владимир Никольский успешно переиграли вратаря «Крылья», забив две шайбы. Противники оказались менее успешны. Наш вратарь Евгений Дедык отразил второй удар и вывел свою сборную вперед. В итоге победа досталась Некрасовцам, а лучшим игроком матча был признан Владимир Трепичкин. Лучшим игроком признан Владимир Трепичкин. Это уже третья игра в первенской области нового сезона. Одну Некрасовцы проиграли, две выиграли. Все только начинается.